Здравствуйте! Сегодняшнее наше занятие посвящено маленьким хитростям при решении простейших тригонометрических неравенств вида синус и косинус больше-меньше-а с помощью единичной окружности. Первое. Вспомним, как строится единичная окружность. Первое. Помним, что корень из 3 на 2 больше, чем 1 вторая. Корень из 3 на 2 и 1 вторая связаны с углами 30 и 60 градусов, то есть π на 6 и π на 3. Не забываем, что π на 3 – это просто 2π на 6, то есть если мы окружность всю поделим по π на 6, мы получим значение синуса и косинуса плюс-минус корень из 3 на 2 и 1 вторая. Если мы поделим окружность по π на 4, то есть каждую четвертинку нашей окружности мы поделим на 2 равные части, то значение синуса и косинуса будет корень из 2 на 2. Я специально соединила квадрат, и корень из 2 на 2 – вот такое квадратное число у нас получается. Решение неравенств будем рассматривать на конкретных примерах. Первое неравенство – косинус х больше минус 1 второй. Помним, что 1 вторая связана с углом π на 6, поэтому первым действием, и это первая наша маленькая хитрость, мы делим каждую четвертинку окружности на 3 равные части, то есть всю окружность мы делим по π на 6. Строим значение косинуса, которое равняется минус 1 второй. Поскольку по модулю корень из 3 на 2 больше, чем 1 вторая, то минус 1 вторая располагается к нулю больше, чем корень из 3 на 2. То есть соединяем две эти точки. И строим такие абсциссы, поскольку косинус – это абсциссы, а синус – это ордината, которые больше, чем минус 1 вторая. Отмечаем дугу, которая показывает нам все значения косинуса, которые больше минус 1 второй, от меньшего к большему, против часовой стрелки. Итак, дуга построена. Вопрос, как отметить эти значения? Вторая маленькая хитрость. Отмечаем то значение на окружности, у которого есть аркосинус. Аркосинус есть у этой точки, поскольку аркосинус – это отрезок от 0 до π. Если вы забыли, что это за точка, это легко посчитать, поскольку мы уже все построили для этого. 0, 1π на 6, 2π на 6, 3π на 6, 4π на 6 сокращаем, и будет 2π на 3. Как построить эту точку? Эта точка меньше, поэтому идем от 0 в противоположном направлении, поскольку эти значения по модулю равны, то это тоже получится 2π на 3, только со знаком минус. И получаем окончательный ответ, что х у нас находится в промежутке от минус 2π на 3 плюс 2π до 2π на 3 плюс 2π, пользуясь периодичностью косинуса. Второе неравенство. Косинус х меньше либо равно корень из 3 на 2. Корень из 3 на 2 тоже связан с углом π на 6. Поэтому первое действие это же. Мы делим каждую четвертинку окружности на 3 равные части. Таким образом мы разбиваем окружность по π на 6. Следующее. Строим дугу. Для этого отмечаем, что косинус х равняется корень из 3 на 2, соединяя вот эти две точки, и отмечаем те значения абсциссы, которые меньше значения корень из 3 на 2. Построили дугу против часовой стрелки от меньшего значения к большему. Дальше, точно так же, как в предыдущем примере, мы берем то значение косинуса, у которого есть аркосинус, то значение х, у которого есть аркосинус. Это вот это значение, это значение π на 6. Следующее значение угла мы просто считаем с помощью устного счета. 0. 1 π на 6, 2 π на 6, 3 π на 6, 4 π на 6, 5 π на 6, 6 π на 6, 7 π на 6, 8 π на 6, 9 π на 6, 10 π на 6, 11 π на 6. Получаем два значения. От π на 6 до 11 π на 6. И записываем ответ, что х у нас находится от π на 6 плюс 2π до 11 π на 6 плюс 2π. синус х меньше 1 вторая. Вспоминаем первое, что синус – это координата точки на окружности. 1, 2 связана с углом π на 6, поэтому первым действием каждую четвертинку окружности мы делим на 3 равные части, разбивая тем самым окружность всю по π на 6. находим значение синуса х, равное 1 второй. 1 вторая ближе к нулю, поэтому соединяем вот эти две точки. Отмечаем штриховкой те значения ординаты, которые меньше, чем 1 вторая. Строим дугу против часовой стрелки от меньшего значения к большему. Арксинус находится на отрезке от минус π на 2 до π на 2, поэтому отмечаем первый этот угол π на 6. Этот угол у нас меньше, поэтому идем в противоположном направлении. π на 6, 0, минус 1 π на 6, минус 2 π на 6, минус 3 π на 6, минус 4 π на 6, минус 5 π на 6, минус 6 π на 6, минус 7 π на 6. Итак, мы получили два значения, минус 7 π на 6 и π на 6. Записываем ответ. х больше, чем минус 7 π на 6 плюс 2 π и меньше, чем π на 6 плюс 2 π, пользуясь периодичностью синуса. Последнее неравенство. Синус х больше либо равняется минус корень из 2 на 2. корень из 2 на 2 связан с углом π на 4, поэтому первым действием каждую четвертинку мы делим на две равные части. Соединяем те точки, которые соответствуют синусу, равняется минус корень из 2 на 2. И отмечаем значения ординаты, которые больше значения минус корень из 2 на 2. Строим дугу против часовой стрелки от меньшего значения к большему значению. Выбираем ту точку, у которой есть арксинус. Арксинус есть у этой точки, поскольку мы все поделили по π на 4, то это минус π на 4. Теперь считаем в положительном направлении, идем к большему значению 0. 1π на 4, 2π на 4, 3π на 4, 4π на 4, 5π на 4. Итак, наши два значения. И записываем ответ, что х больше либо равно минус π на 4 плюс 2πn и меньше либо равно 5π на 4 плюс 2πn, где n принадлежит множеству целых чисел. Вот такие маленькие хитрости для решения тригонометрических неравенств с помощью единичной окружности. Субтитры создавал DimaTorzok